я от и мой хомяк которого я решил назвать майло приветствую вас продолжаем выживать и чё-то у меня как-то здесь никого нету по-моему я просто потому что забыл эту ловушечку перезагрузить итак товарищи друзья мои какие у нас сегодня планы во первых надо сейчас будет выковырить вот из этой печки все барахло которое но нам так сказать презентовала во-вторых я решил не отправляться сегодня в путешествие потому что многие собственно зрители вы написали мне в комментах такую информацию от которой я малость охерел оказывается и я немножечко в западне я окружен гребанными горами и выход из них найти весьма сложно ну то есть как сложно о привет майло ты подружку привел ну-ка брысь отсюда нахер короче суть в чем вокруг меня есть где-то пара тройка пещерок и я так понимаю что это сквозные пещеры которые выведут меня в большой мир можно так сказать и насколько я понимаю из комментариев для того чтобы туда попасть мне нужно и вернуться на плантацию до плантацию где мы нашли собственно этот котелок и вот я чё подумал то мы довольно долго уже выживаем если быть точным 9 дней и наверное есть смысл мне таки обратиться карте тупо для экономии времени да это возможно чит но учитывая что я запоминаю координаты и даже если бы я куда-то далеко свалил я бы знал как вернуться обратно поэтому мы скорее всего в следующей серии у нас будут некие географические картографические мероприятия я буду выводить вам карту вот вот эту карту которую я уже скачал но до этой серии то есть до следующей серии не смотрел спокойно спокойно как-то ты хреново владеешь копьем мой туземский друг единство только надо пожрать сегодня обязательно он там костер просто пытаюсь поддерживать в норме ну а сегодня учитывая что наше путешествие немножечко обломилась я наверно буду заниматься домашними делами что-нибудь где-нибудь построю сейчас короче решим разберемся только вот палочки мне нужны а то как-то костерчик-то тухнет ну и надо похавать ибо у меня что-то прям стамина то себя чувствует не очень хорошо у нас по времени кстати ну нормально спать еще не пора и это хорошо костер горе сразу бухнем нахрена это сделал ну ладно считайте что я восполнил водный баланс у меня в животе я хотел вообще гриб сварить по моему ну что-то как-то вот случайно взял и выпил давайте его сварим уже наконец у нас по углеводам по углеводам все вообще идеально нахрен я варю гриб непонятно у меня немножечко просело просели жиры но я думаю что вот эти вот орешки мне ситуацию поправит да поправили же да идеально осталось только попить но это дело времени о лягуха попал чёрт слушай простенье я даже и жрать то особо не хочу на самом деле вот до чего доводит жадность людская ладненько вот у нас что есть у нас тут есть ящик который надо в идеале сейчас достроить еще четыре палки нужно притаранить и возможно я наверное где-нибудь вот здесь огорожусь но я еще пока на самом деле точно не решил но у меня есть мысля по поводу строительства вот здесь такой некой стены с дверью или может быть с окнами для того чтобы помните аборигены ко мне в первой серии приперлись вот с этого направления я бы не хотел чтобы ситуация повторилась поэтому да сегодня она будет большая стройка но вот с деревьями печалька таскать мне их конечно не особо будет удобно сюда тем более что вроде пока там ничего не растет кроме вон тех тонких а тонкие сами понимаете нас не особо устроит поэтому ну вот тут вот сколько раз два три раз два три это уже шесть бревен не бы больше надо бы мне нужно больше дерева знаете чё игре не хватает вот я я разобрался вот я чувствовал что она вроде бы типа как forest до выживания все дела но есть одна проблема и довольно существенно форесте когда ты рубишь деревья ты знаешь куда они упадут в какую сторону а здесь они почему-то падлы падают рандомно и это создает некий дискомфорт особенно когда они падают в сторону горы и собственно происходит там какой-то когда забагованности палки начинают сыпаться сверху а некоторые вообще исчезают или закидываются наверх в общем короче не очень удобное дерьмо на самом деле но это мелочи жизни я думаю что может разработчики с этой механикой что-то в будущем делать будут часто в принципе вроде пока все работает неплохо еще дождина пошел но нормально помоет меня хотя бы я надеюсь там какая-нибудь копибара попадется о чем их тут-то скинул блин вот же свин свинарник тут устроил вот тут у меня досочки лежат я кстати не понимаю зачем нужны подставки когда можно вот так вот все хорошо складывать странное дело так глина битный кирпидон ну чё расчехлим глиняную угольную печь ага 3 золы да давай берем 1 и чё взять максимум древесный уголь 20 штук блин я бы золу хотел взять ладно уголь так уголь давайте уголь складывать вот сюда у меня тут правда мясо копибара испорченное валяется но мы его уничтожим я не хочу просто сейчас червяков из него доставать они мне не нужны у меня не есть неизвестный орех испорченный внезапно дерьмо так уголек значит блин серьезно и вот так я по одному должен его переносить это будет не быстро ребята прям совсем не быстро ну и все одну кучку даже не кучку ну да можно три штучки себе оставить как же я устал да чё ты устал ты нихера ты не устал хватит уже ныть вот это вот дерьмо все забираем потому что здесь у нас будут лежать только уголь и зола вот такая вот отличная зола нам очень нужна а можно ее стакать интересно нет ее к сожалению стакать нельзя да она вроде бы неплохо здесь встает чаще сюда можно положить у меня перьев просто дохренища но перед нам потребуется для стрел потому что сегодня я уже наконец создам лук ибо нефиг и кстати да дайте мне пожалуйста одну залу мы пойдем сейчас мы пойдем сейчас генерить вот это вот прекрасный строительный материал что-то что-то не пошло по моему меня вот давай уже засыпь и пожалуйста засыпь и вставь ее пожалуйста туда давай между кирпичиками во идеально заливаем опять быстро стемнело чертовы и юга-то все осталось только замесить тесто и у нас будут глиняные кирпидончики сейчас как минимум два у нас уйдет на строительство вот этого чемодана бери кирпич из воды чё ты серьезно ты опять застрял давай вылези уже отсюда слушайте по моему мне придется таки разнести этот навес потому что я в нем застреваю а я не люблю где-то застревать так еще две палки две доски вот они как раз у меня здесь где они вот одна доска это не доска и 2 доска слушайте мне кажется с бревна должно падать две доски вот что-то как-то мало их падает вы не находите дисбалансик небольшой зато вот палок хорошо сыпется и палки мне очень нравится мы их на уголь будем использовать обязательно а еще я хочу чтобы чтобы разработчики сделали для нас какие-нибудь стоячие факелы тупо для освещения гриб грибной супчик давайте выпьем сразу же а сколько там 30 по влезает ну-ка быстро налить быстро есть кто живой нету сейчас мы спать ляжем я думаю что кто-нибудь придет кто-нибудь ко мне таки придет надо только немножечко умыться а то я грязный перед сном надо же умываться вы же понимаете ну и все наш ящик готов теперь сюда можно складывать вещи которые не портятся из еды например на более утоляющая тоже на нас сюда лучше оставить его конечно с собой в командировку брать буду но пока что он тупо занимает инвентарь а бананчики то прям живут хорошо у нас там папа ситуации с едой все идеально просто но просто нет энергии вот энергия энергия это печаль слушайте капибарусы я щас опять копье просу ведь да вот поэтому мне и нужен гребаный лук да потому что вот этих перьев дофига и терять их не особо это обидно будет я могу кстати сюда попробовать запихать я мог бы но нет не получается тогда собственно выложим копье которое мое вот здесь и главное запомнить она у меня у гамака имеется на часто отдохнешь хватит уже ныть нам нужен лук чтобы сделать лук придется прийти сюда изготовить лук здравствуй лук отлично теперь можно стреляться будет только стрелы надо сделать а у меня их даже нечетное количество получается 6 стрел 366 стрел горю три стрелы у меня получается потому что на два пера стрела идет и это весьма дорого дорого очень все теперь я робин гуд дайте мне лук мой во идеально где-то там я видел попугайчика дохлого надо будет за ним сходить на утро сейчас у нас чё по времени офигеть 8 вечера темно как вот прям ночью ладно пока что я палки пособираю и начну формировать вот здесь кострище потому что у нас осталось вот две золы это значит на два замеса а этого мало этого прям капец как мало мне кажется если сюда доску положить будет это она же пола положится по идее по идее да я не уверен вы читаете половину с одного дерева мы половину накидали сейчас я еще схожу чем с рублю чуть-то тут валяется древесный уголь а это с первого костра ладно я его заберу с собой у меня в принципе стакнулся там потому что папа моему по пять влезает в этот стак и мне нужно дерево вот это например а еще у меня нет энергии охренительно тогда может и правда пойти спать пойдемте спать я посплю подольше так сказать чтобы проснуться утром чтобы все было светло и уютно часто как костерчик гляну вот костерчик то да вот те и глянул он ведь навернется пока я сплю давайте тогда недолго спать чуток поспим пару-тройку часиков костерчика восполним и ляжем опять спать идеально по моему ну вот где-нибудь до сюда костер ты еще жив ты еще жив но у тебя осталось четверть поэтому срочно бежим срубать дерево с паукан опять на нарис понеса не пока что вроде не появляется вот эти вот тонкие отлично подойдут для костра и скоро топорчик новый делать предстоит мне так длиннющие палочки мне пожалуйста вот сюда а все остальные мы забираем было бы классно если бы деревья росли хоть чуточку быстрее потому что сейчас вот как-то меня совсем не вдохновляет скорость их роста а ходить далеко за этими за бревнами удовольствие не из приятных надо запомнить что между этими шатрами можно проходить это у меня всегда такое ощущение что я тут тупо не пролезу ибо столько капибар я сожрал жирный капец чего бы туда закинуть в этот котелочек а может банан не банан не варится к сожалению но грибной суп такой себе удовольствие конечно эти грибы сожру ибо они скоро сдохнут я по-моему еще и личинки сожрал твою мать я молодец да бывает такое что у нас тут есть пожрать вот это мне нравится и вот это наверно ягуар да ягуар очень хорошо пошел капибара там у меня не прибавилось слушайте ловушка до сих пор не сработала наверное видимо и правда нужно отходить подальше чтобы это дело все работало ладно восполняем костер спим до утра и и наверное может отправимся на охоту с луком так сказать поохотиться как как древние люди да я ж почти как древний человек здесь поэтому ничего такого не случится я надеюсь ну если только меня киса не сожжет или аборигены не затыкают своими копьями сраными все спать в гамак 8 утра светло как вот в раю наверное даже что у меня там с часиками чего-то кончилось что ли до вода я очень хочу пить ну слушай давай попьем вода чистая водный баланс 30 нормально все теперь с тобой можно еще кстати попить сейчас я быстренько нагрев водички и отправимся охотиться а потом будем строиться и вот эту штуку надо еще поджечь будет сегодня обязательно или не поджигать вот кстати вопрос у меня в принципе есть две золы то есть на 2 еще на 2 итерации с глиной хватит может и правда пока не стоит кстати давайте-ка кость сварим действительно вот вам и водный баланс и немножечко воды и немножечко еды вернее так что нормально кость пойдет вот мои капибары ходят там есть кто в ловушке то пока что-то как-то никого нету слушайте ну надо капибар валить тогда я не знаю тэкс протеины жиры водный баланс обалденно осталось только еще заполнить этот котелочек чтобы он был теплый да вот такое выживание немножечко рутины у нас пошло но я думаю что скоро будет весело это прямо сто процентов я просто немножко опасаюсь знаете как-то слиться неохота как в прошлый раз поэтому вот приходится играть сейфово если может вообще в эту игру играть сейфово там я точно знаю что есть куча кабанчиков которые жаждут получить от меня стрелу в глаз и возможно мы сейчас это здесь найдем попугайчика я не уверен но возможно всегда есть такая вероятность но точно вон он валяется видите все отлично ну чё кабанчики вы готовы я же в голову стрелял ладно хрен с тобой серьезно он настолько косой вы видели куда стрела улетела знаете я кажется начинаю разочаровываться в луке где у меня тут вот моя стрела вторая стрела убежала наверх третья стрела убежала налево а чертушка подожди тушка добыть это очень грустная херня на самом деле прям капец какая мне хочется плакать понимаете вот смотрите я сейчас нацелюсь ему точно в бубень вот на ну ладно здесь я попал окей но вы видели до этого куда он выстрелил может тут как-то прокачивается еще и навык стрельбы из лука это было бы совсем шикарно у меня кстати есть палки короткие есть три штуки давайте сделаем стрел я уж не буду бегать за этими засранцами мохнатыми яду кстати можно уничтожить потому что надо чтобы у меня их было четное количество блин обидно конечно же стрела от меня ушла я сейчас пройдусь вон туда но не уверен что там что-то будет меня ждать хотя с аборигенами мне кажется лук это вообще тема потому что стрел то у меня нормально и попыток попасть в башку будет больше чем обычно все палок больше нет зато есть пять стрел пять стрел это уже неплохо пикари добываем это будет наш сегодняшний обед и ужин скорее всего я бы на самом деле два пикари добыл вот чё-то чё-то хочется мне два где кто меня кушает вон отсюда пойдемте посмотрим не знаю чего молит он с одной стрелы я понимаю если копьем его пронзить но кажется мне стрелата не добьет кабанчика но точно вроде никого нету майло мое почтение еще майло о это мне нравится я это люблю есть я даже прямо сейчас это готов съесть даже водный баланс дают ну вообще класс ну в общем да кабанчик от меня свалил и это нормально абсолютно поэтому мы сейчас еще одного скорее всего завалим в этой области и пойдем их сушить жарить творить в общем сделать сделать с ними все что только можно с ними делать на костре слушай кабанчик может ты с моей стрелой ходишь а я за тобой то я уже угонюсь от меня не уйдешь упал что вы видели как он резко свернул но он только сюда мог свернуть правильно да да потому что уже не мог исчезнуть за этим деревом ибо дальше он вроде бы как не побежал я обязательно это проверю сейчас здесь его нет это как-то странно может я бакс ловил может на видео вам будет виднее да я и в принципе сам на записи обрадуюсь если увижу куда он свалил потому что я что-то как-то даже не понял он забежал за это дерево и все слушайте они по-моему надо мной издеваются а стрелы как-то не приносят должного удовольствия раньше вроде я либо мечи стрелял либо кабанчики были жирнее вот видите он в бочину засадил стой друг так и буду за ними носиться до потери пульса я и дохнут с одной стороны по ходу это вам не копье бросить а вот это кто это пень я понял давайте попробуем капибару завалить может может у меня ее получится жахнуть ты где там это был просто лучший его выстрел а как как-то странно зачем вы тогда разработчики делали прицел ведь он нахрен как-то немножко не работает сколько стрел у меня вообще осталось одна и одна на тетиве да ну такое себе на самом деле развлечение с этим луком я наверно его сброшу и возьму копье потому что что-то как-то им вроде бы у меня получается получше да и сил она не тратит по сути ну вот считайте что я добил капибару луком будем будем так полагать сейчас я походу еще и ходить не смогу да потому что она жирная но точно ловушечку взводим да не хочу я тебя бить слушай надо кости выложить давай беги смотрите как он бежит а вот это я понимаю марафонец настоящий марафонец давай брат вот сюда добегаем прошу что ловушка рядом с сушилкой просто идеальное место так три куска мяса на на капибары сюда положу вот она капибара что-то прям с него вывалилась как будто слона поймал и все теперь я могу ходить естественно одно мяско варим и у нас осталось 17 часовое сырое мясо пекаре ням-ням да это восполняет конечно просто по-божески я ловушку-то взвел да да нет взвел все нормально если я сейчас отойду опять туда я думаю кто-нибудь попадется снова чё там по бананам бананы скоро сдохнут блин еды прям капец я бы знаете что сейчас сделал я бы открыл кухню для аборигенов типа заходи ко мне у меня еды просто хоть жопу ешь пойдемте посмотрим если здесь попугайчик потому что я его здесь видел точно чуть выше он там вроде как валялся хотя мне кажется что он уже исчез будем надеяться что нет где-то вот тут он был серьезно попугайчик ты меня покинул что ли блин это очень обидно мне так хотелось бы тебя добыть а то знаешь я чё-то сегодня как-то херово стреляю да ладно чё варить я пока на вас не охочусь у меня уже есть мясо да знаете я сейчас очень склонен к тому чтобы выкинуть нахрен этот лук или хотя бы попробовать сбить грёбаного попугайчика летающего я хочу хоть раз попасть капибаре в бабашке походу не судьба но я не знаю как он так стреляет правда вот правда не знаю лук прости но я не твой отец проваливай отсюда мне больше интересен вот этот улей где он тут его чё-то не наблюдаю вот это чё такое судя по звуку это улей что ты держишь в руке у тебя же ничего нет вы видите здесь улей я вот и если это улица я не знаю я дядя печкин смотрите какая тема блин а я лук выкинул и стрелу просрал я думаю что улей съели а звуки остались а нет вот он он да что ж ты не дотягиваешься ты не знаю а бежим бежим укусили падла но ничего зато у меня теперь мед есть где бы мед вот он мой мед да блин вы же укатились козлы странная херня ладно покусали и и будет интересно какую повязку можно от укусов наложить ну-ка давайте посмотрим значит возьмем укусы и возьмем повязки у меня есть пока что только злой я видел где-то здесь табак может быть он поможет мне сейчас будем экспериментировать с медикаментами где видел табак 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 есть еще вот такая штука красная но она по моему в повязку не превращается из нее можно тупо отвар делать так что вот это у нас что такое нет это не табак чуть чуть не обрадовался пока что что-то я табака особо не наблюдаю о попугайчик ну мы тебя добудем потому что ну надо так надо понимаешь перед лишними не бывает вдруг я опять захочу захочу стать этим самым робин гудом и мы пойдем так сказать на охоту вот это в повязку вроде превращалась сейчас мы это дело проверим неизвестная трава да она известная ты чё сейчас только кости выкину надо было их дома выкинуть ну ладно иди сюда трава трава гребаные вы кости вы серьезно что ли можно мне траву взять сраную вот спасибо ладно попробуем сделать так я не могу взять представляете какая обидка планы изготовить и вот это да повязка с хостой или с хвостой сейчас попробуем ее наложить может быть и и она поможет да смотрите она помогает и правда но меня насколько я помню цапнули два раза поэтому хосты нам нужно два листа да поэтому сейчас будем смотреть что у нас тут растет все запомнили от комариных укусов сыпи и подобного дерьма помогает хоста я по моему иду не домой да я что-то как-то свернул не туда по моему смотрели фильме с поворот не туда это про меня нам вот сюда по моему на горочку я до сих пор слышу это жужжание тоже не нормально да так координаты 44 вот так мне туда вообще что-то я как-то пошел неправильно 44 на 25 45 на 25 простите точно только мне на север по моему да не 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 все правильно мне на юг мне на юг вон туда мне вон по моему мое поселение бежим туда нет мое поселение вот здесь да все 45 на 25 мне сюда вниз хорошо что есть координаты сейчас бы заблудился и сдох вот это было бы реально смешно ну чё тут растет что-нибудь полезно это я знаю что у кабанчиков что-то росло а здесь вот прям очень близко где-то где-то тут было был табак да я не ошибся табак меня здесь ждал но я на самом деле не знаю целесообразно его сейчас будет добывать или лучше это чё хвоста похоже на нее он слушайте мне сегодня прям везет я человек везунчик если только топорик надо восполнить а то как-то кончился внезапно палка палка веревка и вот вам топор уже так сказать четырехзвездочный давай она известная трава хватит неизвестная трава походу пока я не сожру она так и будет неизвестной так и где меня там покусали нигде меня не покусали ну знаете повязка не помешает лишний не будет я бы еще конечно за табаком сходил но это опять инвентарь занимать паукан все еще не разложился здесь и у меня кажется костер навернулся черт ну ладно зато есть теперь зола давайте залу хотя бы сложим вот сюда сейчас надо обязательно костерчик будет оформить так сказать потому что как-то я проморгал котелок берем не берем мы хотели что-то сварить а там уже ничего нет чего вас тут ребятки давайте вот это сожрем капибара ням-ням и еще ням-ням и вот это можно вывешивать одно мясо пекаре у меня осталось сырое ему еще 14 часов жить и я наверно сейчас еще сделаю я его сейчас пожарю или сварю даже да наверно лучше сварить только костерчик сейчас сделаем малый огонь а есть большой огонь вот видите костер да это прям видимо костер уже подготовленный до сюда его не захреначить ладно значит малый огонь наш выбор а еще чуть есть бамбуковая сушилья кстати бамбуковый выглядит прикольно может мне построить еще одну сушилку потому что обычная сушиль не такое себе удовольствие от бамбуковая на прям такая вся знаете модная современная ладно сначала костер короче делаем походу пока весь уголь не заберу отсюда не получится вот теперь уже можно палочки вставлять которых у меня нет почему-то майло хорош меня пугать вас вот здесь вот я помню было дерево которое очень хочет превратиться в палочки чем у меня вообще по по сбору большие палок больших палок дохрена малых палок нету давайте может длинную расхерачим потом вот они маленькие палочки берем вот видите это падает на меня уже так бревна я думаю что сохранить будет не лишним они мне пригодятся для всяких там строек правда я не очень понял куда делась второе бревно прям совсем а вот эти палки разрубаем длиннющая палка это хорошо а вот бревно было бы еще даже лучше я вот только не пойму куда она свалилась все таки штука ведь довольно здоровая но что-то как-то нет обычно она внезапно появляется перед рожей падает с небес но вот что-то в этот раз мне походу не везет ладно утащим хотя бы длинные палки которые опять опять же у меня почему-то одна длинная палка вот дерево падала в эту сторону ага но это то бревно которое оттащила лишь еще то ни палки длинные не бревна зато есть грёбаный лист бананового дерева как-то скудненько я вам скажу с этого дерева там не нападала прям что-то совсем ни о чем ладно бревно пойдет на нужды лагерем черт как я хочу коп в этой игре вы бы даже себе представляете это же было бы так охренительно в допустим я бы пошел и получил по жопе и мне нужно было бы срочно помощь и мой напарник бы взял с собой повязки и медикаменты пришел бы мне на помощь это было бы очень круто вот такие копы и должны быть в принципе ну надеюсь что разработчик не подведет и они все сделают красиво че дождик пошел как назло так выкладываемся и поджигаемся прям по траве по траве 4 сухих листа осталось ну там пять по моему еще один вверху валяется давай уже поджигайся разжигайся красавчик чего так радуется всегда этому грёбаному огню закидываем мяско пекаре не 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 дерьмо а может чуть чуть снять нельзя разработчики косяк и как-то в котелок не зашел а это чего у меня тут мясо попугая и он кстати она кстати тоже не закладывается что странно наверное нужно перезалить воды выпьем ее тогда чая все равно чего-нибудь сварю себе видать когда ну короче да тут еще есть проблемы с в игре к сожалению а я понял в чем была при в чем был прикол я теперь понял просто не варился котелок он должен был стоять вот здесь на месте этого мяса то домой косяк разработчики не обращайте внимание но коп добавьте прям вот чем быстрее тем лучше очень хочется прям очень а можно же медовую повязку по моему делать было да черт это бы это вкуснятина прям очень вкусно вот здесь бон стоять будет наверное поприкольнее чем там стоял свободных мест нет где же бамбуковую рощу то я видел надо сейчас посмотреть будет я хочу попробовать сделать бамбуковую сушильню потому что я еще никогда с бамбуком не работал довольно плотно мне бы хотелось это восполнить эти потери но пока я бамбука не вижу вот поблизости прям вообще нихрена нет там вроде тоже не бамбук надо спать ложиться сейчас вообще ничего не видно станет только вот я за это мясо переживаю но у меня подгорит если я сейчас спать пойду а время-то поди восемь да да даже 7 нифига здесь 7 и уже темнотища если здесь есть симуляция вообще сезонов или еще чего-нибудь если есть засуха и сезон дождей то должна быть надеюсь по крайней мере есть кто-нибудь нету но ловушка сработала внезапно слышите да это мой майло идет вы его не видите но он есть а вот уже и даже и видите просто супер наглая падла топает по своему пути и пищит еще как мышь на то он и хомяк чтобы пищать как мышь да так что я думаю то ребята я думаю что нам пора заканчивать потому что у нас грядет серьезное путешествие с использованием картографии координат и всего остального вывод эту карту которую я уже показывал уже видали поэтому можете для себя отметить и самые интересные места и в комментах писать мне координаты что там находится это будет интересно в принципе я уже достаточно в игре разобрался для того чтобы просто тупо начать исследовать этот мир посмотреть какие есть еще рецепты и вот так далее тому подобное единственное только хочу построить сушилку из бамбука а вот бамбука что-то как-то кот наплакал если найду поблизости обязательно это сделаю но уже конечно же в следующей серии а пока что я у этого прекрасного костра с вами прощаюсь услышимся в продолжении прохождения грин хелл и да я чувствую что в следующей серии придется нам посражаться потому что уж как-то странно две серии так тихо как говорится затишье перед бурей посмотрим какая буря грядет мы а 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